хочу поделиться какие сорняки мы бросаем в салат и почему салат может быть из любых как это сказать так ингредиентов в данном случае у нас огурцы капуста и лук это обычные стандартные принятые ингредиенты к этим обычным стандартным мы бросаем лобода лебеда вот на украинском лобода бросаем этот как его люцерну бросаем глухую крапиву вот она выглядит как обычно немножко как обычные листочки как обычной крапивы только вот цветен таким красивым и не жалится вообще вот я покажу из одной книжечки очень классная советую вам ее купить тоже кто любитель вот таких всех вещей природно сообразное питание травы наталий кобзарь покажу вот немножко что можно еще бросать значит вот это амарант щирытя ее пока называют щирытя у нас на огороде вот такая зелененькая есть вообще она есть зелено зелено красная и вот такая красная красивая она имеет специфический вкус но очень полезная вот питаясь амарантом можно полностью исключить из рациона мясо потому что у нее есть все аминокислоты которые нужны организм аминокислоты из которых формируются белки значит лебеда вот такая вот она на картиночках надеюсь что видно так вот так стану я видела тоже что я вам показываю значит вот такая стевия ну кто знает мамордика или мамордика именно вот цвет плод и одно такое я не пробовала ни разу значит вот такой сорняк злостный портулак вы знаете он плетется имеет такие вот мяковатые как мякиши листочки очень вкусная она очень им как это сказать насыщена влагой этот сорняк и очень вкусный салате сейчас я его не нашла то есть не очень хочется его бегать сейчас искать на огороде но вот решила вам показать здесь значит сныть тоже не брони когда не бросала просверлены то есть к чему-то мы пришли чему-то не пришли значит а сот огородный обычный сорняк цветет вот таким желтеньким и вот эта глухая крапива которая вам показывала заячья капуста рукола цикорий то есть все что будет интересно значит так подорожник это здесь таких знаменитых большой подорожник значит клевер мы бросаем тоже очень часто клевер красные эти листочки у нас цветки дети сами едят и вот такой мангольд он садится можно купить семена такого мангольда он как буряковые листья вообще мы еще в салат бросаем тоже забыла детям сказать листочки значит морковки очень 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 полезные у них в них больше витаминов даже чем морковки некоторых и листочки этой свеклы столовой тоже рвете просто и бросайте в салаты вот мы в борщи бросаем салаты это все бросаем я просто сейчас вот убрала вот она идет вот лобода лебеда вот такая я вот так вот делаю обдираю мягенькие листочки вот и использую именно вот этот мякиш значит если вы не привыкли к этому всему даже если привыкли все вместе бросать нежелательно потому что вкусы специфические и они могут перебивать друг друга слишком будет насыщен салат поэтому вот в этот салат видите почему я все остальное не могу вами показать то есть я не на не перенасыщаю салат очень многими травами в этот раз я бросаю только три нестандартных для обычного человека травы это лебеда люцерна и глухая как его будет достаточно лук вот это все а можно менять время от времени бросать разные почему мы это делаем очень очень полезные вещи например вот чтобы вам понятно было почему мы едим лебеду войну лебедой вы как знаете люди спасались очень многие использовали варили похлебки с лебеды варили петли лепешки из лебеды она очень очень благотворно влияет на сердечную систему на сердце вот и при том что были очень большие стрессы проблемы сердцем у тогдашних людей жителей не было практически вот поэтому амаран заменяет мясо тоже то есть во всех во всех вот этих травах есть полезные свойства я все их сейчас описать не смогу вот если есть желание интересуетесь этой темы купите вот эту книгу либо смотрите в интернете но на самом деле очень очень много полезного всего и мало кто об этом просто знает интересуется мало кто пользуется хотя у нас это все под не руками даже под ногами до в чистой местности главное собирать не кропленная никакими этими гербицидами никакой химии чтобы они не были кроплены возле дороги не рвите вот а договоритесь если вы живете в городу очень легко это сделать договорившись с бабушкой поверьте мне любая бабушка согласится вам рвать на у себя на груди сорняк для того чтобы получить какую-то гривну 2 за пучок а вам будет тоже хорошо потому что вам будет привозить и сорняк из там чистой деревни какой-то главное чтобы эту бабушку знали дали женщину и вот пользуйтесь очень вкусный тогда если не очень перенасыщена вкус салата экспериментируйте если вам какой-то сорняк не пошел советую тогда не есть потому что организм сам знает какие сорняки нужны именно вашему организму вот и для ну для здоровья вашего организма поэтому пробуйте экспериментируйте одни сорняки имеют очень насыщенный специфический вкус и запах вторые нейтральный вкус и запах кому-то один идет от того а второго подташнивает другому идет другой то есть экспериментируйте да еще про сайта дуванчики все мы о них знаем они горьковаты немного поэтому мы их не особо любим но у кого порог горькоты до понижен так сказать вы не чувствуете нормально себе их кушайте еще берите одуванчики кушайте ну вот приятного аппетита ну в общем то салат готов соль подсолнечное масло можно кинуть семена кунжута либо же этого льна то есть по желанию и все салат готов приятного аппетита аппетита вам